Всем привет! С вами снова дискоданцер Ронни. Игровая индустрия постоянно развивается, появляются новые технологии. С каждым годом компьютерные игры становятся лучше и лучше, а с приходом шлемов виртуальной реальности грань между реальностью и игрой почти исчезла. За прошедшие годы появилось множество различных игр, в которых мы видели невероятные захватывающие сюжеты, супер графику, удивительные миры, которые невозможно было бы представить, путешествия по временам и вселенным, колоритных персонажей, которые надолго остаются в памяти, а с некоторыми из них и вовсе не хочется расставаться. Давайте же освежим память и вспомним новые и старые игры, в которые обязательно стоит поиграть. Нашу десятку мы начнем с Beyond Good and Evil. За гранью добра и зла. В 2435 год мы оказываемся на планете Хиллис. Инопланетные существа, именуемые Дамс, наводят ужас на местных жителей, бесследно похищая их. Но появляются рыцари в сияющих доспехах в лице корпуса Альфа и дают отпор нагрелым пришельцам. Но не все верят в их помощь, в том числе и наша геронья Джейд. Нам предстоит распутать кубок интриг и раскрыть тайны, которые скрыты от глаз. Раскрывать тайны и разбираться во лжи мы будем не одни, а на пару с кабаноподобным дядюшкой по имени Пейдж. Будьте внимательны, ведь все принятые вами решения будут отражаться на игровом мире. Первая часть вышла вслед в 2003 году. Несмотря на шикарный сюжет и геймплей, ее ожидал коммерческий провал. За 14 лет было много слухов о разработке второй части, но она так и не появилась. Однако в этом году на конференции E3 Ubisoft представила тизер второй части, а также подтвердила, что начался процесс ее разработки. Я искренне верю, что звезды сложатся и в недалеком будущем у нас появится продолжение этой замечательной игры. Он может быть вашим садовником, полицейским поедающим пончики, сантехником, который пришел починить ваш унитаз, а может просто разносчиком питься. Но вы скорее всего этого никогда не узнаете, так как будете мертвы. Наверное, многие из вас уже догадались, про кого речь. Ну а если нет, то имя его Владимир. Ой, агент 47-й. Хитман Бат Манни. Кровавые деньги. Еще никогда симулятор наемного убийцы не был настолько проработан и продуман. Взрывайте жертву. Меняйте личность. Готовьте отравленную еду. Подстраивайте несчастные случаи. Стирайте конкурентов с лица земли. Данная часть о похождении 47-го не даст нам соскучиться. В ней есть масса вариантов избавиться от цели. Можно взять миниган и прибраться как следует. Или поступить как профи и уничтожить только одну цель. И уйти незамеченным. В этом году вышла новая часть про похождения Лысика. Как по-моему она более походит на Влад Манни, нежели Абсолюшн. Сказки бывают разные. Веселые, скучные и страшные. Но есть одна, которая не оставит вас равнодушным. Fable The Lost Chapter. Станьте героем, за которым бегают толпы поклонников. Или щадим ада, от которого люди бегут в ужасе. Я бы мог говорить о её плюсах часами. О красоте и проработанности мира можно сочинять басни. А от количества разнообразных мелочей, которые делают игру волшебной, голова идёт кругом. Эта сказка появилась благодаря Питеру Молиньо, который приложил руку и к двум другим частям этой серии. Интересно, я единственный, кто купил Xbox 360 ради второй части. Она была интересной, но как и в третьей в ней чего-то не хватало. Наверное сказки и шарма оригинала. Если вы до сих пор не играли в эту сказку, то вы можете скачать обновлённую версию с улучшенной графикой и новыми предметами под названием Fable Anniversary. Правда, есть мнение, что при переводе в HD что-то пошло не так и игра набрала кучу багов. Поэтому можно пройти и обычную версию, чтобы вдруг не быть разочарованным в игре из-за глюков. К слову, графика The Lost Chapters даже сейчас великолепна. А есть ли отечественные игры, которые могли бы не ударить в грязь лицом перед зарубежными шедеврами? Барабанная дрогь? Lada Racing Club! Это полное говно, а не игра. Кроме тёлки с сиськами в ней ничего не было. А я повёлся, какой же я был дурак. Но я отвлёкся, не будем сыпать соль на рану, вернёмся к делу. Механоиды 2. Война кланов. Нас заносит на планету Полигон 4. Наш герой совсем не герой, а шар. Ну а если быть совсем точным, механоид 5-го поколения. Открытый мир, различные локации, интригующий сюжет, который будет интересно изучать до самого конца. Также вы узнаете значение таких слов, как клазиметрический щит, кластер, глайдер, ускоритель частиц и ещё кучу непонятных слов. Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Иногда бывают глюки, побочные задания однообразны. Но это всё меркнет после того, как вы окунётесь в игру. К моему большому сожалению, третья часть данной игры, наверное, уже никогда и не появится. Но если бы у меня были пару лишних миллионов, я бы не задумываясь вложил их в разработку продолжения. Так как это действительно оригинальный и стоящий проект. Каковых в отечественной игровой индустрии довольно мало. Самая, самая, самая дорогая игра за всю историю игровой индустрии. Это, конечно же, GTA 5. Угон автотранспорта ещё никогда не был настолько реален. Крут, помпезен, великолепен. Есть только одно слово, подходящее к этой игре. Шедевр. Такого большого и досконально проработанного мира ещё не было ни в одной игре. Люди, привожившие руку к созданию этой игры, провели просто титанический труд. Rockstar заработал на ней неприлично много денег. И, кстати, до сих пор продолжает это делать. Но они их на 100% заслужили. Что можно делать в этой игре? Всё, что в реальной жизни. И ещё кучу всего остального, чего бы вы никогда не смогли сделать. Нажраться в стельку и сесть за руль, а потом уйти от погони. Поиграть в гольф и скрасить вечер в приятной компании со жрицей любви. Или совершить ограбление со своими друзьями. А также бесчисленное количество других занятий ждёт вас в GTA 5. Меня терзает только один вопрос. А что будет в шестой части? Пришло время спасти мир и не допустить третьей мировой войны. Но чтобы это сделать, нам понадобится самый лучший агент. Он такой один. И это Сэм Фишер из Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Terror. Это словно крутой шпионский боевик со всякими секретными штуками, которые можно увидеть только у Джеймса Блонда. Но теперь мы можем не только смотреть, но и принимать в этом участие. И давняя детская мечта стать супер-секретным агентом воплощается в жизнь. Однако это не всё, чем она может похвастаться. Вас ждёт увлекательный сюжет с интригами, невероятными поворотами, правом выбора, множеством побочных заданий, которые не дадут вам заскучать. Раньше я не понимал, как можно проходить одну и ту же игру по несколько раз. Но компания Сэма была настолько хороша, что я прошёл её три раза, на разных уровнях сложности. Ну, очень увлекательно. Вы когда-нибудь представляли целый город под водой? Думаете, это невозможно? Эндрю Райан так не думает, поэтому отбабахал целый город на дне Атлантического океана и назвал его Восторг. Как вы уже могли догадаться, речь пойдёт о Байошо. Самолёт нашего героя терпит крушение, и мы пытаемся найти помощь в ближайшем маяке, но вместо этого находим нечто невероятное. Атмосфера хаоса, страха и сумасшедшего веселья – это те слова, которые могут описать вас Торг. Уникальная механика игры, которую вы вряд ли где-то увидите. Вы можете быть Рэмбо и косить врагов из автомата, или словно супергерой поджечь противника щёлкнуть пальцами. Однако вариантов прохождения этой игры существует очень много, так что она должна прийтись по душе многим игрокам, вне зависимости от любимого стиля игры. Помимо этого у нас есть условно открытый мир, который очень интересно изучать, узнавать истории жителей, проникать в секретные места, а также следить за сюжетом игры, который вряд ли оставит кого-то равнодушным. Кроме первой части, в свет вышло ещё две части. Во второй мы снова окажемся в восторге, а в третьей мы окажемся в раю, который дал трещин. Не верите? Посмотрите сами. Эти путешествия и истории вы вряд ли забудете. Выйти замуж за инопланетянина, иметь любовника-вампира, и при этом думать о мозгах и быть зомби – всё это возможно только в The Sims 2. Настоящие мужики не играют в такие игры, но в то же время многие из мужчин залипали и залипают в игры из этой серии, и ничего тут стесняться, это нормально. Самая приближённая к реальности и, по моему мнению, лучшая игра из всей серии. В ней можно всё, что мы делали в жизни, только здесь это длится часы, а у нас на это уходят годы. Построить особняк, завести роман с горничной, разрушить чью-то семью и потом тушить пакетик с фекалиями ногой, устроить полный отрыв в университете или построить свою империю по производству садовых гномов. Изи. Невозможно перечислить всё, что можно делать в этой игре. Здесь можно оторваться по полной, а потом смеётся до слёз. В этой игре есть только одно ограничение – ваша фантазия. Конечно, есть четвёртая часть. В ней появилось очень много интересных вещей и возможностей, но ей, как и железному дровосеку, не хватает сердца. Участники 19-го сезона Битвы Экстрасенсов ставят свечки и скрещивают пальцы, чтобы он не решил участвовать в предыдущем шоу, потому что он – Геральт из Ривии, и он не любит самозванцев. The Witcher 3 – Wild Hunt За первые две части Геральт сильно изменился, но изменился не только он. Студия CD Projekt Red смогла создать какой-то удивительный, огромный, открытый мир, которого мы не видели доселе. Открытый мир – это хорошо, но есть ли чем в нём заняться? Безусловно, да. Ну а пока британские учёные пытаются посчитать, насколько игрок пропадает из реального мира, начиная играть в Ведьмака. Большое количество различных квестов на любой вкус, поиски элементов для создания супероружия, игра в карты с местными шулерами, а также масса всего остального не даст вам заскучать. Однако разработчики и про графику не забыли, она здесь восхитительна, любоваться и восхищаться можно долго. Я верю, что следующий проект под названием Cyberpunk 2077 получится таким же крутым и мощным. Между злом и добром существует тонкая грань, и каждое наше решение может сказаться на том, кто внутри нас. А ты, джедай, на чьей стороне? Star Wars Knights of the Old Republic. За прошедшие годы в свет вышли многие игры по вселенной Звёздных Войн, но ни одна из них не была так прекрасна, как эта. Она стала фундаментом для создания таких шикарных серий игр, как Mass Effect и Dragon Age. В этой игре мы научимся всем премудростям быть настоящим джедаем. И в зависимости от наших действий и выбора, иногда придётся делать сложный выбор. Наш герой будет переходить на ту или иную сторону силы. Куча интересных побочных зданий, редкого и уникального оружия, свой корабль, возможность закрутить роман, а также самому создавать уникальный световой меч, используя различные кристаллы, просто безоговорочно заставляет её любить. А ещё небольшая пасхалка для поклонников данной игры. Пока я готовил это видео, я наткнулся на одну очень любопытную вещь. Aperion Cotter – это глобальный мод, создаваемый небольшой группой сумасшедших на основе Unreal Engine 4, который изменит игру просто до неузнаваемости. Посмотрите сами, уже сейчас ими проведена титаническая работа, потрачена куча личного времени и сил. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем не только это увидеть, но и поиграть. Ну а если у вас есть желание помочь создавать это чудо, посетите их сайт, им постоянно требуются волонтёры. Если подумать, все эти игры абсолютно разные, но есть кое-что, что их объединяет. Это любовь, которую вложили разработчики при их создании. Что за бред я несу? Ну серьёзно, посмотрите сами, насколько все они проработаны, какое внимание уделено различным мелочам, которые заставляют не просто пройти игру, а запомнить её надолго. Я искренне надеюсь, что вам понравилась эта горячая десятка. Хотите ещё таких видео, пишите в комментариях, что вам по душе. Будет много желающих, я обязательно что-нибудь придумаю и сделаю. И не забываем делиться своим мнением. Пишите, какие игры вы считаете идеальными. А с вами был диско-данцер Ронин, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok